Пророки не имеют права запрещать. Моя позиция, вы не правы. А кто сказал, что это ваш сын? Кто может отлучить епископа? Это моя церковь. Но проповедь там никакая. Я бы их потаскал бы за бороды, как они могут? Я рад приветствовать вас, дорогие друзья. У нас в гостях епископ Виталий Максимюк и пастор Александр Шиф. Меня зовут Сергей Митянин, и сегодня мы говорим на острую тему отлучения и другие виды церковной дисциплины. Большое спасибо, что вы выбрали это время, чтобы поговорить на эту действительно непростую тему, которая в разных церквях, на разных площадках звучит. И у людей очень много вопросов, в том числе у наших подписчиков. И первый вопрос. Что же такое отлучение от церкви? И в каких случаях член церкви может быть отлучен? Спасибо огромное за вопрос. Отлучение от церкви. В Писании апостол Павел говорит об этом. Есть три места Писания, которые говорят, используя греческое слово «анафима». И если проанализировать их, то в послании Коринфянам апостол Павел говорит, «Кто не любит Господа, да будет анафима». И потом написано «маран афа», то есть «Господь наш грядет». В послании Галатам Павел тоже дважды использует это слово. И там оно относится к ереси. В послании Коринфянам апостол Павел говорит о том, что человек, называясь братом, остается во грехе. И таков человек, который имеет свою позицию, не просто согрешил, но он остается во грехе. Там заканчивает эту мысль, описывая такого человека, христианина, который в церкви. Он говорит, «извергните из среды вашей развращенного». Вот какие слова есть у нас. У нас есть «развращенный», у нас есть слово «остается», у нас есть описание. Либо он лихоимец, либо он пьяница. Там очень ясно прямо прописаны те моменты, какие он упоминает, когда человек остается в этом состоянии. И когда он говорит об этом, то ключевой момент здесь даже не в самом поступке. Не в том, что человек согрешил. Помните, Иоанн говорит, «все мы много согрешаем». То есть, однажды Иисус сказал, «если кто без греха, первый брось камень». Что это означает? Это означает, что глазами Божьими, если он посмотрит на каждого из нас, то в Библии написано, что он у ангелов даже усматривает недостатки. Конечно, мы все грешны. И ни один из нас, наверное, не поднял бы камень, чтобы бросить на другого грешника, сказав, что я праведник. И когда мы в церкви, мы это осознаем. Присутствие Божие дает нам чувство, «Господи, не я ли, как Иуда говорил, не я ли, мы испытываем в себя свое сердце». Так вот, когда человек грешит и кается, то в этом состоянии апостол Павел не говорит, что этот человек должен быть отлучен от церкви. Потому что мы знаем, что приходящего ко мне, Иисус говорит, не изгоню вон. Он принимает кающегося грешника. Все небеса радуются, когда каются, когда одна заблудшая овца найдена. Но когда человек, будучи братом, называясь христианином, будучи в церкви какое-то время, у него теперь вырисовывается определенная позиция, и в этой позиции он стоит и оправдывает себя, свой поступок или целый ряд поступков, и, называясь братом, остается или блудником, или лихаимцем, или хищником, и там идет описание этих людей, то именно в этом состоянии апостол говорит, что мы должны извергнуть из среды нашей развращенного. Поэтому отлучение – это выражение Божьей любви. Конечно, это странно может звучать для тех людей, которые не до конца понимают, как это Божьей любви? Вы меня извергаете из церкви, вы называете, что это любовь. Точно так же, как отец, который говорит ребенку, не делай этого, и потом берет его за руку и наказывает его, когда он делает. Он любит своего ребенка, поэтому он запрещает ему. Не любовь – это не ненависть, а это безразличие, холодность. И абсолютно все равно, что ты делаешь. Что бы ты ни делал, делай, что хочешь, мне все равно. Вот это не любовь. А если ты участвуешь в судьбе человека, если ты указываешь на что-то, ты работаешь с ним, ты останавливаешь его – это любовь. Поэтому отлучение от церкви – это выражение Божьей любви. Вот в такой форме. Ну да, действительно, наверное, сложно поверить или понять человеку, который находится под действием церковной дисциплины, понять, что это проявление любви к нему. На что Священное Писание, как оно регламентирует вообще руководство церкви поступать в тех случаях, когда человек, допустим, упорствует, грешит, ну или вот эти вот пункты, которые вы перечислили. Ну, апостол Павел в нескольких посланиях говорит слова, например, такого плана «Умоляю вас остерегаться производящих разделений». То есть, есть люди, которые производят в церкви разделение. То есть, и не всегда возможно что-то исправить, но он говорит просто включите занавес, ребята, то есть, закройтесь от них, оттолкните их от себя. В другом тексте он говорит о том, чтобы они испытывали, Тимофей, он говорит, чтобы он испытывал определенных людей. И если он не будет этого делать, то церковь будет не в безопасности. Поэтому, вот здесь, допустим, есть такой текст во втором Тимофе, он говорит, «Заклинаю тебя Богом, Господом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». Он говорит там, «Настой вовремя и не вовремя». Что значит «настой»? То есть, настаивай, на какой-то истине настаивай по отношению к людям в церкви. Что значит «настаивай вовремя и не вовремя»? Это значит, что человек будет ждать, когда ты будешь с ним говорить, или не ждать. Это будет удобное время и абсолютно неудобное время. Когда ты видишь, что в церковь приходит что-то, что приходит в церковь? Апостол Павел говорит Коринфянам, «Ребята, вы должны были сокрушаться, когда у вас такое дело в церкви происходит, вы должны были рыдать и плакать. Но вы вместо этого гордитесь. Что вы делаете? Посмотрите, что между вами происходит. Вы допускаете, что у вас человек с таким моральным грехом имеет своей женой жену своего отца, и вы называете его братом. Постойте, вам нужно просто сокрушаться и плакать». И здесь апостол Павел применяет духовную власть, которую имеет в этой церкви. И он говорит, «Такого человека нужно вообще предать сатане во измождение плоти. Я даже, говорит, заочно могу это сделать». Какая власть дана апостолу? Богом, во-первых. Во-вторых, он как бы чувствует вот этот момент. До какого момента можно что-то терпеть? До какого момента можно что-то говорить? А где нужно просто проявить какую-то неимоверную решительность и что-то обрезать? И он учит так своих учеников, Тимофея, Тита, там других, значит, он пишет послание, да, прям к церкви непосредственно, и действует сам. Из этого мы видим, что это не просто мысли какого-то человека, это то, в чем жила первая церковь, в чем жили апостолы. Апостол Петр тоже говорит об этом. Ну, я думаю, что есть достаточно текстов, может быть, нет сегодня смысла все их вспоминать, но отвечая на ваш вопрос, то есть реакция со стороны служителей должна быть и должна быть в то время, когда служитель осознал, что грех или вред врывается в церковь. И каков порядок действий при этом должен быть? Его Иисус прописал, если, допустим, 18 глава Евангелия от Матфея о чем нам говорит? Я могу просто прочесть здесь, если позволите, да? Иисус говорит, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Это первый шаг. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Дальше. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Три шага. Обличи один на один. Человек ожесточается. Говорит, ты чего? Это ты меня обличаешь? Ты считаешь, что это грех? Да на себя посмотри. Кто ты такой, что ты мне будешь указывать? Иисус сказал, что нужно взять еще двух-трех свидетелей и повторить это обличение устами двух-трех свидетелей. Если этот человек ожесточается, помните, там в Библии сказано, не ожесточите сердец ваших, когда услышите слово. А он ожесточается. Он не согласен с этим. Он смотрит, ты кто такой вообще? Кто тебе дал право? Знаете, так много гордых людей, которые вот в принципе, ну, не могут как-то вынести, что им что-то указывает, обличает. Тогда написано, скажи церкви. Некоторые люди говорят, что нужно сказать всей церкви. Мой вопрос, что значит всей церкви? Что мы понимаем под словом церковь? Вселенская церковь, это мировая церковь. Как мы можем сказать всей церкви, глава всей церкви. Притом, что она была, есть и будет. Вот она, Вселенская церковь. Она от первого века и до пришествия Христа. Конечно. Речь идет о поместной церкви. Возникает вопрос, а поместная церковь, как наша церковь, у нее несколько кампусов, она по всему городу раскидана. И мы сегодня признаем, что есть люди из одного района, которые даже не знают людей из другого района, потому что у них их собрание проходит отдельно от другого собрания. И зачем людям с другого района знать о грехе какого-то человека с другого места? Мы не проповедуем об этом. Мы проповедуем об Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Мы несем благодать Божию. Это внутренние семейные моменты, когда человек ожесточается. Они не так часто, они редкие. Но когда это происходит, то есть правило, общепризнанное в христианстве, ровно настолько далеко, насколько дошел грех этого человека, то есть тот круг людей, который воспалил грех и поступок этого человека, ровно на этот же круг, и должно пойти известие об этом человеке. То есть если это в рамках домашней церкви, то домашняя церковь может с этим иметь дело. Если это в рамках района, районный пастырь имеет с этим дело. И после этого мы говорим церкви, то есть мы говорим тем людям, которые вовлечены в этот круг, или могут быть вовлечены, которые знают об этом в той или иной степени. Поэтому скажи церкви, если же церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Вот они три шага. Лично обличи, при свидетелях, и потом говори церкви, и отлучи этого человека от церкви. Но что если человек не согласен? Вот, допустим, пастор принял решение, или пасторский совет, там совет старейший, да, в разных церквях по-разному. И человек говорит, я не упорствую, вы не правы, вот не правы вы, вот моя позиция, вы не правы. Что делать в таком случае? Именно в этом случае апостол или Иисус, и апостол также говорит об этом Павел, он говорит, что нужно иметь двух или трех свидетелей. Интересно, что когда свидетели могут подтвердить это, у меня в практике, у меня были случаи такие, когда человек при свидетелях молчит. И я говорю, если у тебя есть что сказать, скажи, пока мы здесь, возьми там неделю, две, три, пока мы все здесь, скажи об этом, открыто, если ты не согласен. Возможно, что-то не так. Давай будем расследовать. Обычно создается комиссия, расследуется дело, комиссия предоставляет вот то, что она дам эти факты, потом группа служить. Если дело доходит до отлучения, это не дело одного человека. Апостол Павел это сделал в отношении вот этого грешника, который был в церкви, значит, в Карифе, да. Но когда мы отлучаем человека от церкви, то мы это делаем группой служителей. Долго? Это путь идет, да? Долго, это путь. Это не делается за один момент. Обычно это полгода, год, больше. То есть это время, когда с человеком идешь. Иногда это может быть месяц-два, если это настолько очевидно и ярко, и громко, например, и дерзко, и мы понимаем, что вред от этого человека может пойти в тело Христово, и мы тогда возвышаем голос, и мы принимаем решение, что мы отлучаем этого человека. Опять-таки исследуем. В каждом случае исследуются факты, существуют свидетели, и человек может... Я видел тех людей, которые говорят, а мы не согласны. Кто им дал право вообще? Кто они такие? Как это они меня унизили? Нам нужно не забывать, что Иисус, когда говорит об отлучении, смотрите, здесь следующий стих, Он говорит, истинно говорим, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что развяжете на земле, то будет разрешено, или что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Знаете, это очень сильное слово. Я с огромным трепетом отношусь к этому слову. Причем Иисус сказал именно в этот момент, тогда, когда говорил об отлучении человека от церкви, Он как бы поворачивается к ученикам, которые будут представлять руководство церкви, и говорит, ребята, вы не осознаете, наверное, какую власть Я дал вам? Если вы это сделаете, если вы пройдете этим путем, и вы будете свидетелями дерзости, наглости человека и упорства во грехе, то когда вы примете это решение, небеса будут стоять вместе с вами. Мы вместе с вами. В единстве. Ведь Христос и церковь, они едины. Поэтому Дух Божий в церкви, не может быть так, что церковь, руководство церкви говорит одно, Христос другое. Потому что Христос и церковь едины. Поэтому здесь есть та власть, которую Иисус дает руководству церкви. И обычно в этом случае, когда человек не согласен, церковь ничего не делает. Церковь только молится о милости Божией. Потому что охрана Божия снимается с этого человека. Я это видел множество раз. И судьба этого человека, она в руках Божьих после этого. И обычно время есть для благодати. Есть время для благодати. Сразу ничего не происходит. Сразу все кажется идет правильным чередом. Точно так, как будто все так и должно быть. Но у человека нету мира. У человека все равно внутри нету покоя. Потому что у него конфликт с Богом. У него конфликт с церковью. Потом я должен сказать о том, что он всегда может прийти, и он всегда может поговорить. С чем он не согласен. Если люди живы, знаете, как евреи говорят, пока человек жив, до последнего дыхания у него есть шанс покаяться. Это очень сильно. Поэтому пока мы живы на земле, всегда есть шанс для покаяния перед Богом. Что ждет человека отлученного? Каковы последствия? Вот человека отлучили. Что будет дальше происходить в его жизни? То есть ему будет просто одиноко, ему плохо без церкви, он пойдет себе, найдет другую. Или что-то будет происходить, что вынудит его покаяться? Вот однажды я общался с человеком, он военнослужащий. И когда его сын вырос, он начал употреблять наркотики. Это абсолютно светская семья, не христианская семья. Что сделал отец? Отец удостоверился, что его сын стал наркоманом. Он собрал ему сумку, дождался, когда он придет домой, вручил ему сумку и сказал, сынок, я очень тебя люблю, я буду ждать тебя домой, когда ты оставишь это зло, и тогда двери нашего дома снова будут для тебя открыты. Знаете, когда ты общаешься с христианами, то ты иногда сталкиваешься с тем, что это же жестоко, это же нужно как-то, любовь было проявить, заботу. Да, несправедливо. Но мне этот случай запомнился очень вот такой категоричностью. Я видел любовь от отца по-настоящему, в действии. Ты выбрал эту дорогу, пока ты на ней, ты не можешь здесь жить. Я очень тебя люблю. Я не могу тебе ничем помочь. Вернись домой. Мы откроем тебе все, что тебе положено, но сейчас мы не можем с тобой быть дома. И в Библии мы сталкиваемся с тем, что церковь это семья. Так Бог сделал, чтобы мы были семьей. Между нами связи родственные, близкие. Если моему сыну на каком-то этапе нашей совместной жизни хочется жить у нашего соседа, потому что там папа все разрешает, там папа такой классный, папа, мама такие вообще добрые, они никогда не спрашивают, во сколько ложусь спать, в какие игры я играю, что еще, то он приходит ко мне и говорит, папа, слушай, а вот дядя Женя, он такой классный, почему у нас дома все неправильно, почему у нас дома все не так. То есть я не могу его не отпустить к дяде Жене, не стать для него дядей Женей. Я буду для него тем папой, которым я являюсь. И Бог может меня менять в течение жизни, но сейчас я такой, и Бог меня дал ему в папы, и я буду регламент его жизни моему сыну прописывать. Но мой сын может сказать, я не хочу, меня дядя Женя позвал к себе, я к нему пойду, хлопну дверь и уйти. Я поговорю с дядей Женей, я сделаю все, что я могу, я буду стараться вернуть сына домой. И я, конечно, в светском обществе могу это сделать. Есть рычаги и возможности. Но иногда в церкви так не получается. Я поговорил с другим пастором, а у него совершенно другое мнение на этот счет. А он не собирается, он не считает, что вот этот мой сын, это мой сын. А кто сказал, что это ваш сын? Ему здесь у нас лучше. Да он у нас здесь будет развиваться. Да ты не переживай. Мы за ним приглядим. И вот когда мы переносим это на человеческую семью, это кажется абсурдно. Но в духовных семьях, это сегодня, ну, часто мы видим. И какова судьба? Судьба очень простая. То есть, если человек однажды, как блудный сын, остановится и скажет, у меня есть дом. Я поделюсь, у меня был пример такой, когда я, значит, был молодой верующий. Я думаю, что всех молодых верующих периодически носят в разные учения, в разные, значит, мысли. И я конфликтовал с моим пастором. Был такой момент, был пасторский совет. Меня с моей женой пригласили. И пытались понять мои убеждения. И я очень агрессивно себя вел, если честно. И я противостоял всем. И радовался тому, что никто не может противостоять, ну, как я считал тогда, достойно мне. И с этого пасторского совета я уезжал на белом коне. Я чувствовал, что я практически победитель. Всех победил. Да, всех победил, всех раскидал. Но когда я сел в свой автомобиль, и моя жена сидела рядом со мной, подошел ко мне пастор. Я помню этот разговор. Я помню, как сейчас, прошло больше 20 лет. Он посмотрел в мои глаза и говорит, Саша, куда ты пойдешь? Что, ну, ты повел себя так. Что дальше будет с тобой? Я сказал, ну, что будет дальше? Я ясно понимаю, что Бог учит меня, Бог ведет меня, Бог направляет меня. И Петр говорит, и я с ним полностью согласен. Кого мне нынче слушать больше, вас или Господа? И пастор посмотрел на меня так с любовью и говорит. Вот этот пастор, это мой пастор. Посмотрел на меня и говорит. Ну, апостол Петр был в помазании. Он противостоял людям, которые хулили Христа. А, у тебя просто сказанные слова. В них нет сейчас того присутствия Бога, той силы Божьей. Куда ты пойдешь? Прошло какое-то время, наверное, может быть, с полгода после того разговора. Как-то я стоял на нашем собрании, на богослужении, на последнем ряду. Мне не позволяло что-то прийти в первые ряды, потому что внутри я был не согласен с тем, как тут все происходит. Но в церковь я ходил. И я помню эту песню после служения, в конце проповедя уже. Вся церковь поет, и я пою ее. И вдруг Дух Божий находит на меня. У меня пробиваются слезы. И у меня только одно слово внутри. Я дома. Я дома здесь. Зачем мне вот это все, вот это бунтовать, вот это поднимать все? С чем я тут не согласен? Я дома сейчас. Вот это слово, я дома, 20 с лишним лет прошло. Я ношу его в сердце. Человек, который грешит, он знает, что он грешит. Которого обличает, он знает глубоко внутри, между ним и Богом. Он знает, в чем его проблема. Но вот это внешнее, напускное, он не хочет с этим смириться. Ему хочется показать, что и он чего-то стоит, и его мнение чего-то значит. Но в этот момент не обсуждается его мнение. В этот момент обсуждается грех, который он не хочет оставить. И если он смирится и скажет, я хочу домой, я знаю, где мой дом, я знаю, где меня по-настоящему любят, то тогда у него есть обычный, простой путь, как вернуться домой. Этот путь очень прост. Признай только вину твою, Бог говорит. Человек говорит, я грешник. Недавно мы принимали кающегося грешника. Пришел человек, который год был отлучен от церкви. Пришел и говорит, он начал с того, что я хочу покаяться. Мы ничего не сказали ему, мы ни в чем не обвиняли его. Это были его первые слова. И потом он рассказывал историю, минут 20, как он прожил этот год. Тут жена его сидит, в церкви христианка. И он рассказывает, почему он кается. Это очень удивительно было. Мы до слез были тронуты. Как Бог восстанавливает человека через покаяние. Еще какое-то время пройдет. Еще эти мысли, все, которые там кружились все это время, он разберется с ними. Дух Божий поможет дальше. Мы молимся о нем. Но он восстанавливается. Если он захочет потом куда-то пойти, в какую-то церковь другую, после того, как он восстановился, мы не будем против. Но чаще всего, когда человек восстановится дома, он никуда не хочет идти. Причина, по которой человек чаще всего хочет уйти, потому что он не хочет привести себя в порядок дома. И, может быть, пастор, ты скажешь больше о тех людях, которые не каются. Что с ними потом? Я скажу, но я хотел бы дополнить. Знаете, вот эта вся 18 глава, где Иисус говорит об отлучении, это Иисус говорил, да будет он тебе, как язычник и мытарь, если будете читать с самого начала, она вся нацелена на спасение, на прощение и на то, чтобы найти и спасти погибшего. Он прямо так и говорит, что он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшего. Тут же он говорит об этой одной потерянной овце, которая оставляет добрый пастырь, идет и ищет ее. Тут же он говорит о прощении, и Петр так и понимает его, потому что тут же в этой главе Петр говорит, сколько раз мне прощать брату моему. Иисус, помните, говорит до 7 дежды 7, 490 раз. Это здесь. И только 3 стиха, и в последнем стихе, только в конце последнего стиха, он говорит о случае, когда человек ожесточается и стоит в этой позиции. Но вся глава о спасении и о покаянии. Почувствуйте сердце Бога. Сердце Бога – это любящее сердце отца. Ведь блудный сын возвращался, на самом деле, если исследовать, просто голодный был. Он был настолько голодный, просто по логике понял, пришел в себя, что лучше пойду к отцу, там даже вот эти рабы, слуги, они там как бы что-то имеют, поесть хоть как-то, хоть я недостоин. То есть у него даже нету покаяния настоящего. Он что-то репетирует, что он скажет так, он идет, отец выбегает вперед. Отец не позволяет, чтобы вышли жители деревни, потому что по закону они должны были его просто побить камнями. И уже это даже не от отца зависело, а отец каким-то образом увидел. Выбегает вперед и снимает одежду с себя, перстень, обувь, покрывает его и приводит его. Почувствуйте сердце Бога. Почему я говорю, что отлучение – это часть любви Божией? Почему также хлебоприломление сказано о том, что тебе надо испытывать самого себя, а потом прикасаться? Потому что это святыня. Конечно. Потому что если мы думаем, что мы можем просто так, знаете, вот такой грязной ногой, сапогом так, раз, я ступил там в святилище или святой святынь, это грубо, там, дерзко, а что тут? Подождите немного. Это церковь, это судьбы, это души. Нельзя как слон в посудной лавке между душами просто воротить и подумать, что все это так пройдет. Поэтому здесь идет речь вот о чем, что отлучение – это часть любви Божьей. Что касается судеб тех, которые ожесточались до конца. Друзья, у меня есть немало таких примеров, печальные примеры. Как правило, проходит некоторое время, они уходят с земли. Они уходят с земли раньше времени. Один молодой человек не каялся. Я умолял, я просил его, как апостол Павел говорит, потом я запрещал, потому что Бог дал власть пастору запрещать, пророки не имеют права запрещать, пророчествующие говорят в назидание, утешение, увещание. Бог дал власть пастору запрещать, как отцу дома. И я запрещал, я говорил, не делай это. Он грешил, он жил двойной жизнью, он имел тайные грехи. И я знал, уже другие люди знали об этом. И церковь, которую он руководил, она была вся израненная, соблазнена им. И я взывал, призывал, просил, и потом, спустя некоторое время, он погиб. Погиб, даже не дожив до 40 лет. И я могу видеть эти судьбы, это боль сердца моего. Это боль сердца отцовского, Божьего сердца. Когда человек, написано, что человек в притчах, даже Соломон говорит, который был обличаем, не кается, а ожесточает выю свою, написано, что сокрушится и не станет его. То есть тот, кто вместо покаяния, смирения, начинает обвинять других, оправдываться, подождите, Бог долго терпит. Но потом приходит день, когда Бог спрашивает. Бывают ситуации такие, что отлученный человек это твой близкий друг или брат, член семьи. Правильно ли я понимаю, что это не означает, что теперь я не здороваюсь с этим человеком, я его всячески игнорирую, избегаю и так далее. Потому что у некоторых есть именно такое понимание. Ну, конечно, если вы живете вместе в одной семье, то, конечно, вы и здороваетесь, и живете вместе, и кушаете вместе, и живете вместе, и исполняете свои обязанности супружеские, так, как должно быть. Но все равно есть какая-то тема, которая висит, она как висит в воздухе, в духовном мире, и вы чувствуете, что у вас нет единства. Не об этом ли говорил Иисус, что в тот день, когда Господь будет церковь поднимать, двое будут на постели, один возьмется, а другой останется. Это очень печально. Двое, кажется, одна плоть, ну, вместе должны пойти, а один остается, и здесь пути расходятся. Поэтому, но в Библии есть обетование, написано, жена не спасешь ли мужа. Это означает, что если это супруг, то нужно молиться об этом человеке, постоянно, регулярно, и жизнью святой, особенно если это сестра наша, она святой жизнью может быть примером и каналом, чтобы привести своего мужа, или наоборот, муж свою жену. Скажите, против вас когда-нибудь применялась церковная дисциплина? Вообще, кто может отлучить епископа? Или пастора, например? Ну, на самом деле, существуют ли такие структуры церковные? Конечно, да, безусловно. Прежде всего, я брат. Прежде всего, прежде всех титулов и должностей, я сын Божий, и, ну, все мы дети Божьи, да, то есть, когда закончится мое служение, я останусь сыном навеки, нашего небесного отца, я останусь братом для многих братьев и сестер. Мы члены одной семьи, одной церкви. Поэтому, конечно, то есть, когда идет речь о том, есть ли какие-то структуры, которые могут применить дисциплину ко мне или к пастору Александру, конечно, есть. То есть, мы полностью подотчетны, прозрачны, то есть, я являюсь частью Российской Церкви, Христиан Веры Евангельской, где есть Совет Епископов, где есть руководство, правление Российской Церкви. Я также имею моих духовных отцов, у меня два духовных отца, которые имеют власть в моей жизни, тоже сказать свое слово, я слышу это слово. Поэтому, безусловно, что существует. Существует также порядок, написано, что обвинение на пресс-фитера нужно принимать при двух или трех свидетелях. То есть, если кто-нибудь просто там бросит какую-то фразу, там, этот человек что-то сделал не так, то апостол Павел сказал Тимофею, что необходимо, чтобы эти люди взяли двух или трех свидетелей и сказали тому, кто имеет власть над пресс-фитером. То есть, нельзя просто бросать, вот это клевета называется, там, какую-то пыль, еще что-нибудь. Поэтому, также в жизни Александра мы все люди подвластны, мы ведем открытую, прозрачную жизнь, подотчетную, во всех наших действиях, поступках. Пастырский совет имеет власть, к которому мы подчиняемся. Пастырский совет когда-нибудь что-нибудь запрещал вам? В моей жизни был только один случай. Мне очень неприятно, неудобно. Была одна конференция, я расскажу, как есть, была одна конференция, на которой мои пастыры не выполнили ту часть, которую должны были выполнить. И был очень ценный для меня гость, который приехал к нам, особенный гость, в возрасте, друг Даррика Принца. Он выходит из туалета, смотрит на меня и говорит, пайпэ, бумажку. Прямо, прямо обращается ко мне. Я не проверил, что там, в том месте, не было всего того, что должно было быть. Это была, наверное, последняя капля, которая просто внутри меня произвела, вот просто гнев какой-то. Когда все закончилось, все гости разъехались, я собрался с пастырским советом, и на том совете я согрешил. Я во гневе очень говорил с моими пастырами, резко говорил. Кто-то из них сказал, нам больно, и я сказал, да, я хочу, чтобы вы почувствовали, как мне бывает больно, когда вы не выполняете то, что вы должны были выполнить. Там был конкретный человек ответственный за это, он голову опустил. И другой человек сказал, по-моему, наш пастырь сейчас согрешил. И когда я услышал это, прямо со стороны пастырского совета, я остановился. И была просто тишина. И потом кто-то сказал, давайте помолимся за нашего пастыра. И весь пастырский совет встал, и они помолились обо мне. Я не мог продолжать совет дальше. Я всех распустил. Прошло дня два, наверное. Я взял пост, чтобы смириться. У меня все внутри кипело. Я продолжал быть в таком состоянии гнева. Я хотел отлупить их просто. По-отцовски, не знаю. Я там нашел место, что не ем, я за волосы таскал, за бороды таскал. Я думал, я бы их потаскал бы за бороды. Как они могут так? Вот. И дня два, наверное, прошло, пока я смирился, пришло присутствие Божие. Я попросил всех снова собраться, я попросил прощения. Да, и ты попросил, чтобы ту воскресную проповедь, которая была следующей в этом состоянии, ты не проповедовал. А, да, я не проповедовал следующую воскресную проповедь. Потому что ты сказал, что мне нужно понять что-то, чтобы восстановить мои отношения с Богом. Это был единственный случай за всю мою жизнь, когда ко мне была применена церковная дисциплина. И я благодарен Богу за это. У меня больше не было, чтобы я переступал эту черту. Не думали ли вы о том, что причиной того, что люди уходят из церкви, из разных церквей, протестантских, люди уходят, переходят в другие и так далее. Не думали ли вы о том, что причиной является богословие, в том числе попадающее иногда, значит, либеральное богословие. В чем оно выражается? В том, что в центре ставится человек, гуманизм. Все для меня. Все, я спасаюсь, мое спасение, чтобы мне было хорошо и так далее. Поэтому у человека формируется такой образ, что Бог же, он добрый, он максимально добрый всегда. Если мне что-то будет нужно, я у него попрошу. Если мне что-то будет не нравиться, Бог это исправит. Все для меня, мне, мое. И тут вдруг появляется пастор, который начинает говорить против. Ой, вот плохой пастор. Пойду к другому, который хороший. Который правильно о Боге проповедует. Да, правильно будет. У меня, значит, да. В полноте, да. Поведует. Ты хочешь сказать, наверное? Я могу сказать, да. Я знаю, что сегодня все дело дошло до того, что даже стали снимать ролики о том, как бывает виртуальная церковь, и там можно выбрать себе лидера прославления. Если тебе нравится классика, то тебе вот так будет. Если там, значит, тебе нужно проповедь ободрение, то тебе такая проповедь. Ну, хорошо, выбери. И ты надеваешь очки, ты смотришь, и ты видишь что-то. Вот. Видишь то, как тебя ведут, как тебе нравится, как твоей душе угодно. Если тебе не нравится слово о пожертвованиях, ты можешь просто его не включать. И я слышал о том, что есть такие люди, которым не нравится быть в одной церкви. Им нравится в одну утром поехать на прославление, потому что у них классное прославление. Но проповедь там никакая. Вот мы поедем на проповедь в другую церковь, и они быстро, молодежь в основном, садятся на машину, и на проповедь поехали в другую церковь. И, конечно же, сложно сказать, кто должен воспитывать эту молодежь. Там, где они на прославление приехали, или там, где они проповедь слушали, или там, куда они на домашку ходят. То есть это, ну, мы называем таких людей безотцовщиной. Поэтому сегодняшний век, он порождает много безотцовщины. Но очень часто люди приходят к тупику именно от того, что у них в жизни просто нет ни мамы, ни папы. Когда им трудно, куда хочется обратиться? К маме на ручки залезть, чтобы папа сказал какой-то выход в жизни. И чаще всего эти люди потом они просто погибают. Они бродят, бродят. Этому нет конца, этому нет края. Они так и не поняли, что счастье было их в семейности, в семейной жизни. Прийти и раствориться в одной семье, стать по-настоящему частью, получить эти взаимоскрепляющие связи, находиться под властью, слышать голос пастора. Иисус же говорит, овцы мои знают голос мой, за другим они не идут. Паспорт Павел говорит, много наставников, немного отцов. Эта реальность была в первом веке и в наши дни. Но я наблюдаю другое движение также. То, что ты говоришь, или Александр, это правда, что учение о гуманизме, оно ворвалось в церковь. Церковь во многих случаях такая полу... наполнена людьми полумирскими, либо сфокусировали на своих чувствах. Но сегодня, в последние годы, я наблюдаю, что все больше и больше людей, они как прозревают. То есть, они хотят настоящих отношений. Они хотят семьи, церковной семьи. Они хотят настоящих, глубоких, посвященных, дружеских отношений, быть нужными, отдавать себя, созидать, строить что-то, иметь дело в своей жизни, быть привязанным к церковной семье, быть подвластными, быть подотчетными. Они готовы, они просят. У меня огромное количество людей с разных мест нашей страны и других государств, которые пытаются строить со мной отношения, как с отцом. Я говорю, я не могу вам дать отцовство, потому что вы живете очень далеко. Хорошо, а дистанционно вы можете дать нам отцовство? Мы слушаем ваши проповеди. Мы с вами на всех богослужениях, но у нас возникают вопросы. Вы можете нас хотя бы периодически выслушать, проконсультировать, помолиться о нас? Сегодня как никогда Дух Божий именно создает вот этот голод и жажду. Параллельно с тем явлением есть вот это движение. Вот это движение к семейности, к церкви, к настоящим неповерхностным отношениям, глубоким к семейным отношениям. И это очень радует. Я вижу многих пасторов в разных церквях, у которых на голове раньше времени появляются седые волосы. Я вот думаю, может быть, это связано именно с тем, что вот дети у отца не всегда, далеко не всегда бывают послушны. Бывали ли у вас случаи, когда вам было особенно тяжело, больно или горько против какого-то человека, то есть в отношении него, значит, употреблять церковную дисциплину? Бывали. Каждый случай это боль и горечь. Ни одного случая не было, чтобы мы это сделали на автомате. Каждый случай мы проживали, мы болели. Это не пятиминутное решение, это выстраданное болезненное решение. Есть два случая, которые в Библии отмечены, когда с земли нашей с физических моментов, с неких субъектов звучит голос перед престолом. Это случай, когда проливается кровь невинная и это случай, когда дело касается денег, которые удержанные, там Иаков говорит, плата удержанная вами от работников вопиет. Голос звучит, имеет голос. И я не знаю, но в какие-то моменты я как будто слышу этот голос вопиющей земли пред престолом Божьим. И когда я знаю, что некоторые люди задействованы в том, что они повинны были в несправедливом кровопролитии, либо в финансах, это особенно больно. Если это касается тем более детей-сирот, это особенно больно. Но благодать Божия превыше этого. мы как служители Божьи должны уметь доверять Богу. Я помню тот момент, когда Бог сказал, это моя церковь, она не твоя. Я попросил тебя служить в церкви, исполнять то, что я сказал тебе. И это для меня прозвучало таким образом, ты не можешь слишком сильно болеть, ты не можешь себя выплеснуть полностью за этого человека, если он допустим, ну вот решил он делать так и все, вот он ожесточился, идет и делает так и все. Мы не можем своих рук подложить, мы можем отдать это в руки Божьи, но мы плачем с такими людьми или о таких людях, мы молимся о таких людях, мы переживаем о них. Я думаю, что сейчас это видео смотрит достаточно много людей, которые или прошли через отлучение, или сейчас находятся, или под какой-то другой церковной дисциплиной. Можете сказать короткое, какое-то слово, несколько слов такому человеку. Я бы сказал одно, Бог любит вас, где бы вы ни находились, что бы ни было с тобой, Бог любит тебя. Он продолжает стучать, только покаяние и кровь Иисуса могут стереть и смыть это чувство вины. Никто и ничто другое, ни время, ни другой человек, ни другая церковь. Там в откровении Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. То есть надо вернуться к тому моменту, где сама причина была, где что произошло, и этот узел должен быть развязан. Я знаю Я знаю некоторых людей, которые прячут десятилетия даже проходят, идут вперед, но вы знаете, что узел не развязан. Пока мы живы, давайте сделаем это, давайте развяжем. Это так чудесно. Буквально четыре дня назад мы развязывали один узел здесь, и столько радости, столько радости, столько радости, на небе будет столько радости, и всегда, когда происходит примирение, когда происходит покаяние, это очень нестандартный ход во вселенной. Дьявол проигрывает в такие моменты, и всегда выигрывает царство Божье. Как только остаются люди, просто зажимают, закрывают свое сердце, свое состояние, проигрывают они, проигрывают в этот момент и царство Божье. И слава Божья не может течь так, как она могла течь при примирении и при единстве. Люблю вас, молюсь и верю, что это произойдет. Большое спасибо, пастор Александр, епископ Виталий. Это были все вопросы на сегодня. Пусть в вашей жизни не останется неразвязанных узлов. Всех благословений вам. С Господом Богом.